Я считаю, что абсолютно бесполезно перечислять все регалии этого человека. Я представил бы просто его одним словом, Ермольник. Спасибо. Здорово. Привет. Здорово. Скажи, пожалуйста, ты известен своей нелюбовью к нашему цеху журналистскому. Заслуженно абсолютно. Ты можешь вспомнить, какой самый тупой вопрос тебе задавали журналисты? Нет, да легче вспомнить, какой умный вопрос задавали журналисты, чем тупой. Вспомни, какой умный задавали. Хоть один достойный вопрос, чтобы я запомнил. Жень, я так не вспомню умный. В вашей профессии, независимо от того, телевизионная журналистика или печатная, так же, как и в нашей профессии, артистов много, но не все одинаковые. Так же и у вас. Есть талантливые, есть люди, которые пришли в эту профессию, потому что им сказали, что там хорошо платят. Или можно стать модным. Или можно удовлетворять любопытство за определенный счет. Поэтому, когда талантливый человек, то с ним интересно разговаривать, потому что он не задает стандартных вопросов. Он действительно задает вопросы, на которые тебе самому интересно, самому ответить. Это талант. Тебе мне объяснять не надо. Самый талантливый телевизионный журналист, его, к сожалению, нет. Но мы знаем, что он талантливее всех был. Это Влад Листьев, да? С кем бы он ни общался в эфире, всегда было ощущение, что он к этому всю жизнь готовился. Именно к этому человеку. Он про него все знает. И самое удивительное, что когда человек оказывался с ним в эфире, было видно этого человека. Влада почти не было. Вот это невероятный талант. Лучше Влада я никого не видел. Кстати, я помню, что вы очень были близки с Владом. И ты с Сюхой с Салли и с Владом общались. Я вот отметил, что ни ты, ни Андрей Макаров, вы никогда не пиарились на близости к Листью. В общем-то, в отличие от очень многих. С Владом Листьев история похожа, если мы говорим с тобой о времени, когда Влада не стало, то я максимально уходил от любых разговоров в интервью. Да, да, я, кстати, заметил. А эта история похожа на такую же, как с Владимиром Семеновичем Высоцким. Потому что тот круг вопросов и интересов, он ужасно... Он даже не желтый. Он такой серо-буромалиновый бессмысленный, понимаешь? Интересовала не суть Влада и не то, что я про него, может быть, понимаю и чувствую, а совсем какие-то пошлейшие, банальнейшие вещи. Поэтому, естественно, я всегда извинялся. Кстати, как тебе фильм Высоцкий «Спасибо, что живой»? Знаешь, у нас же есть еще один очень близкий давний друг. Это Константин Львович Ермс. Есть такой, да. Вот, да. И мы с ним действительно много лет дружим. Поскольку это его продукт, и это одна из его больших глобальных удач, я бы тоже не обсуждал это, потому что... Окей, проехали. Это не мое кино. Проехали. Это кино для людей. Оно... Его показывать людям, которые знали Владимира Семеновича, знали это время, знали эти взаимоотношения, знали всех прототипов. Ну, вот я про прототипов как раз, собственно, здесь... Оно у меня ни с чем не совмещается. Они как бы, если не ругать кино, просто объяснить, почему я воспринимать не могу, эти прототипы совершенно не похожи на оригиналы. Ну, не имелось в виду прям, чтобы это один в один. Это все-таки по мотивам. Нет, сейчас я не договорил, Женечка. Они не оторвались от действительности и не сделали художественного. Они застряли между двух стульев. Это как бы все равно, это те люди, которых они говорят, но эти люди совершенно другие. История совершенно другая. И вообще все это другое. Но это не стало художественной неправдой, в которой хочется верить как в сказку, как в изобретение. И не стало документом. Вот и все. Ясно. Вот это главная причина. Я не буду говорить, насколько мучился безруков. Вот он, Сережка, талантлив, невероятно. Он двигается правильнее. Ну, лицо-то мертвое. Больше полусекунды нельзя показывать.